Татьяна Каликонова к депутату Госдумы пришла с несколькими проблемами, как общественные деятели, как мать. Много лет она растит сына инвалида и из-за неправильного диагноза не может добиться льготной реабилитации. Эльмиру Глубаковскую теперь просит помочь исправить врачебную ошибку. Давайте мы сейчас, мне кажется, Татьяна Эдуардовна, положим в его специализированное отделение, мы его тщательно обследуем. Всего за визит Эльмира Глубаковской в Приморье с личными вопросами к ней обратились 27 человек. Вот еще одна из заявительниц. Инвалид по слуху и онкобольная. С ее слов в диспансере, где она получает лечение, никаких особых условий для глухих не создано. Нет даже сурдопереводчика. Телевизор с субтитрами, сотовый телефон с текстовым выходом, сигнализатор звука, все, что необходимо инвалиду по слуху. Это я возьму под свой контроль. Я буду и с департаментом здравоохранения, и с департаментом социальной защиты работать. Наталья Александровна возьмет под свой контроль. Сколько времени мы на это можем дать? Две недели, Тамара Леонидовна. Эльмира Глубаковская указала, все просьбы и вопросы будут доведены до сведения Дмитрия Медведева. А за исполнением решений, принятых на приеме, пообещала проследить лично. И здесь же говорилось о том, что вся работа идет в конструктивном диалоге с региональной властью. Отметим, что подобные приемы регулярно проводит и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Татьяна Меньшикова, Олег Бумиструк, Панорама.